Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Есть любимый-любимый человек, говорит, что любит, очень ему дорога, но в поступках демонстрирует наоборот. И когда он начинает высказывать, говорит, что выгоняется. Пишет Светлана, вот. Значит, Светлана, что хочется вам сказать по вашей ситуации. Во-первых, какой у вас вопрос? То есть, ну, вы чего спросить-то хотели вообще? То есть, ну, вот именно спросить, чего хотели. Это первое. Потому что, ну, давайте, давайте как-то вот исчезнем. Да? То есть, ну, ситуация, которую вы описываете, она древняя. Это правда. Вот. Но, без вопроса. Да? Ну, вот. Без ответа, без вопроса. Без вопроса. Без вопроса. Ну, вот. А вот эта ситуация, она просто, ну, остается такой вот подвешенной немножко. Вот. Потому что, ну, вы говорите об этом, что, значит, мужчина вас любит, вы говорите. Вы говорите о том, что его действия, ну, показывают, значит, совершенно обратную историю. Его обратные, его действия, которые вам кажутся обратными по отношению к его словам, это вопрос ваших ожиданий. Это вопрос того, что вот когда вам кто-то говорит, что вам говорят, что вас любят, например, и вы ждете чего-то в ответ от того, что вам говорят, что вас любят. Вы ждете чего-то. Ну, вы можете, вы ждете, но это проблема ваших ожиданий. Это очень важно понимать. То есть, когда мы говорим о том, что действия человека не сопадают с словами. Вот, если мы не имеем в виду, ну, какие-то обещания, например, то мы говорим исключительно об ожиданиях. И эти ожидания, они вот, ну, ваши, к сожалению. То есть, это вот ваши ожидания. И ваши ожидания, ну, это вот то, чего вам хочется. Вот. Вот. И то, что вам хочется. То, что вам хочется. В рамках ваших ожиданий. Совершенно. Совершенно. Не обязательно. Может быть. И должно быть. связано. С действиями. С действиями. Действиями. Мужчинами. Вот. Ну, конкретными, я имею в виду. С действиями мужчинами. С действиями. Не, потому что это ваше ожидание. Для чего вы говорите человеку? Вот о том, зачем вы говорите человеку что-то, непонятно. То есть, чего вы хотите, на что вы рассчитываете и так далее, ну, тут вот скорее не ясно, опять же, понимаете, да? Какая штука. Поэтому у вас это вызывает какие-то чувства, у вас это вызывает очевидно негативные чувства. Нужно понять в общем и целом, что это за негативные чувства, то есть, что вы испытываете, когда человек демонстрирует вам расхождение в своих действиях. Вот. То есть, ну, вот опять же, такой момент, да, что вам нужно это понять. И ваша реакция на это является, ну вот, я бы сказал, в центре внимания, ну, центре внимания психолога, психолога здесь. Потому что, это вот то, что, как вы реагируете на слова человека, вот, является очень важным. Вот. И если вы реагируете плохо, да, то это вот, ну, не значит, еще, что вас обманывают, там, и прочее, прочее. Вот. Вот. Это может означать просто, что, что вы реагируете болезненно. Потому что у каждого есть свой ресурс, у каждого есть, там, свои возможности. И в данном случае, вот, человек, ну, действует, искочая из своих возможностей, он не может дать вам больше и прочее, 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 прочее. Вот. Вот. Если вы обретете уверенность в себе и, ну, ну, будете, будете, значит, себя, слышать, то, я думаю, появится шанс донести до мужчины вашу позицию, вот, какой она не была. И в случае, если человек, ну, вас не сможет услышать, да, в случае, если мужчина не воспримет то, что вы говорите, то, ну, очевидно, что вы разные. И уже, вот, в данном случае придется решать вопрос в том ключе, а могу ли я принять, да, и хочу ли я принять то, что вот человек демонстрирует, демонстрирует, например. Так что смотрите, 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 но сначала нужно решить вопрос вот этой вот реакции негативной вашей, потому что молодой человек за нее не ответственный. Нравится вам это или нет. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь. Субтитры сделал DimaTorzok